А в Каргалинском районе развивается преимущественно сельское хозяйство. Наряду с традиционными уделяется должное внимание и таким видам аграрного дела, как пчеловодство. Помимо этого, в районе постепенно ремонтируются дороги, а также социальные объекты. Подробности далее. В текущем году данным товариществом планируется посадить картофель на площади 40 гектаров. В 2019 году с 80 гектаров собрано 720 тонн пшеницы. С площади 45 гектаров овощей собрано около 1200 тонн. В 2017 году был создан сельскохозяйственный кооператив, специализирующийся на пчеловодстве. В данном хозяйстве имеется 642 пчелосемьи. В прошлом году собрано более 3,5 тонн мёда. Вот это что? Тёмный такой. Тёмный это молочай. Это полевой сорняк. Сорняк. Это такой терпик вкусный такой, да? Как гречика у него. Как гречика. Открой. Она не сладкий, не приторный, да? Ещё одним крестьянским хозяйством в 2019 году засеяно 3800 гектаров зерновых культур. Урожайность составила 8,8 центнера с гектара. В текущем году хозяйство планирует провести посевные работы на площади 4389 гектаров. Уже 1400 бассейна. Подсолнечник. 1955, уже 1900 бассейна. И в этом году мы ещё бассейн. Сто восемь будет пробовать. Это новая тоже культура для нас. 1403 гектара посадили озим. Это первый наш опыт. Вот вроде бы получилось неплохо. Площадь сельхозугодий этого товарищества с ограниченной ответственностью составляет 1040 гектаров. В прошлом году по программе Сыбога приобретено 800 голов мелкого рогатого скота. Кроме того, содержится 40 лошадей и около 200 свиней. Введена в эксплуатацию теплица площадью 1 гектар для выращивания овощей и зелени. Другое крестьянское хозяйство в рамках программы «Экономика простых вещей» закупило сельхозтехнику на 420 миллионов тенге. В ходе весеннеполевых работ посеяно 15800 гектаров пшеницы, 4100 гектаров ячменя, 200 гектаров проса, 1000 гектаров льна, 500 гектаров подсолнечника. В хозяйстве работают 96 человек. В году принимают беспрецедентные меры для того, чтобы поддержать целый бизнес, в том числе сельское хозяйство. Почему? Потому что всё-таки это основа для создания благосостояния наших людей. Поэтому то, что вы сейчас делаете, это касается не только вас как отдельного предпринимателя, но и всех. Поэтому мы заинтересованы, чтобы оказать все в сельское содействие и проведение посевных работ, обеспечение семенами, обеспечение в горячем материалами. Ну и в целом организация работает на то, что там какие-то ограничительные меры предпринимались в период чрезвычайного положения. Всё-таки в первую очередь сказали, что сельхозтоваропроизводителям оказать максимальное содействие, чтобы проблем не было в обеспечении. Как запасными частями, горючим смажистым материалом, чтобы беседы полевые работы были прошли? Через пост пропускали нас, всё справедливо. Никакой задержки не было. Также в Харгалинском районе развивается социальная инфраструктура. В селе Косистек в настоящее время проходит средний ремонт улиц Болниязова, Шампиева, Берлик и Абая. Капитальный ремонт детского сада на 100 мест. На реконструкцию здания, построенного в 1992 году, в рамках дорожной карты занятости, выделено 66,5 миллионов тенге. Владимир Федотов, Самат Каликенов, телеканал АКТУБЭ.